Улетай на крыльях ветра Всем привет, уважаемые интернет-сообщества! Смотрю ваши ролики и вижу, что вы ножичками меритесь. Я вот тоже решил показать вам своих пару ножей. Один дорогой, другой дешевый. Начну с дорогого. Значит, нож производства Швеции. Характеризуется как дамасская сталь. На 100% утверждать не буду. Дамасская, не дамасская. Сейчас поближе покажу, посмотрите. Ну, вроде рисунок прощупывается пальцами. Возможно, и право дамасская сталь. Хотя, настоящие рецепты уже утеряны. Всем известная дамасская сталь. Скорее всего, это будет подобие под дамасскую сталь. Значит, о клинке. Фирма-производитель. Возможно, неправильно прочитаю. Корсуланда. Нож. Хунтер Дамаск. Название его. Общая длина ножа 210 миллиметров. Клинок 100 миллиметров. То есть, 10 сантиметров. Толщина клинка 3 миллиметра в обухе. Значит, материал рукояти карельская береза. Вставки оленей рок. Вставка эмблема фирмы. Тоже оленей рок. Корда. Латунь. Нож легкий. Весит всего лишь по его сертификату 101 грамм. Довольно-таки маневренный. Очень легкий. Как пушинка. Я ему обрабатывал. Чего меня смутило. Я, честно говоря, пожалел, что я не взял все-таки F1. А у меня стоял выбор взять этот нож. Или F1. Фолнамент F1. Мечтаю, конечно, взять фолнамент F3. Той корону. Очень хочу такой нож. Может быть, нужно было добавить 100 евро и купить Той корону. Цена этого ножа в районе 200 евро. Значит, твердость закалки 58 единиц. Ну, мне кажется, можно было сделать 60. Потому что я им обработал пол лося, пол кабана, и он уже сел. Почему именно пол? Потому что мы вдвоем с другом просто обрабатывали. Он работал ножом F1 фолнамент, а я этим. Ну, на лосе мы с ним прям одинаково шли по скорости. А вот на кабанчике он уже меня начал обгонять. И мой нож сел, и все. То есть, сейчас проверим его на пинковом канате. Сколько резов он сделает. Продемонстрирую, что нож заточен. Ну, как всегда, на бумажке. Что он сейчас остается. То есть, нету постановок, процеп, все. Ну, в принципе, общие характеристики рассказал. А, чехольчик. Чистая кожа. Чуть-чуть болтается, но не выпадет. Даже прибейте. Довольно тепло. Ну, можно чуть-чуть еще обтянуть. Но, думаю, не выпадет, даже если. Так выпадает. Это минус. Ну что, перейдем в режим макро. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Долго-таки Тяжеловато режет Ну не то что вроде рез такой агрессивный Чувствуется, но Как-то он вязнет в нем что ли Так, три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Передохнем Мясо, конечно, полосует он шикарно Прямо проводишь Он как сам ее режет Шкуру тоже хорошо снимает Очень легкий, я лисами снимал Прямо быстро Так Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь Восемь, девять, десять Одиннадцать Двенадцать Тринадцать Чертова дюжина Так Ну, нож все еще острый Потому что Режущая кромка даже не наклонилась Нигде не сбойных, ничего нету Даже она не блестит Она такая же идеально вретвенная Так, тринадцать у нас Четырнадцать Четырнадцать Пятнадцать Шестнадцать Семнадцать Семнадцать Четырнадцать Одиннадцать Попробую одним движением Заодно проводку рубит, где-то 20 у нас уже, 30, 25, 20. Прямо заодно поло. 23. Вперед. У него, скорее всего, носик намного тупее, чем перед. Надо носик тоже выводить. 24. Ну, до этого нож брил. Проверим. Да, он и сейчас бреет, до сих пор бреет. Носик. Ну, и носик тоже бреет. Ну, 23 реза, и он еще даже не сел, и у него вообще нет намека на это. Зря я его хаял. Слушайте, это у меня ошибочное какое-то мнение. Может быть, когда я разделал лося, там все в попыхах делалось. Зимой руки мерзли. Возможно, где-то я бил по костям. Ну, не специально, в смысле, а в спешке. Двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, ну и тридцатого одними движениями. двадцать четыре, двадцать четыре, двадцать четыре. Ну, в принципе, смотрим. Нет, ну, ножа вообще нигде не появилось на режущей кромке даже блестков, замятин. Потому что, когда у меня всевший, его сразу видно. Это идеально. Ну, слушайте, он меня обиделся на это, я его ругал. Попробуем так давлением сейчас. Может быть, я что-то неправильно делал, это первый обзор ножа. Это я на вас насмотрелся, мне тоже хотелось вам показать. Ну, тридцать один рез, и у него идеальная кромка. Сымитируем обдирание черепа. Доска бамбуковая. Ну, слушайте, нет завалов. Нет, не знаю, видно вам, не видно будет. Нету завалов по режущей кромке. Вообще нету. Давайте до сорока, что ли. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять. Все, сорок. Я думаю, дальше смысла нет вырубить канат. Я сейчас так же проверю все немножко. Он так же, все так же режет, как выглядит. режет, режет. Ну, вот такой вот нож. Нож. Все-таки зря я его ругал. Неплохо режет довольно таки. Так что я, наверное, вниму результат того видео и сделаю его в ноль наждачкой. Ну, все. Всем пока. Смотрите следующий ролик по дешевому нашему нижегородскому ножу. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»